Россия все интенсивнее обстреливает Херсонскую, Донецкую, Запорожскую, Харьковскую, Николаевскую, Луганскую, Сумскую, Днепропетровскую области. Прифронтовые города рискуют превратиться в поле боя. Есть ли шанс защититься от постоянных атак и удастся ли ВСУ уменьшить ракетно-дроновую нагрузку на мирные города Украины, оказавшиеся в радиусе риска? Разбираемся в этом видео. Десятки погибших мирных жителей, разрушенные дома, спортзалы, школы и общежития. Под постоянным огнем российской армии прифронтовые города Украины. Комбинированные атаки на Харьков и Днепр, обстрелы авиабомбами Орехово, атаки на Покровск, Часов-Яр и Константиновку. Россия беспощадно обстреливает Сумскую область и впервые применила там тяжелую авиабомбу весом полторы тысячи килограммов. В течение марта удары РФ направлялись преимущественно на Одесскую, Николаевскую и Донецкую области. Способ защитить эти города один. Это любые виды систем ПВО, Большая, маленькая, средняя, мобильная, чтобы можно было защитить эти города от шахетов, от беспилотников разнообразнейших, от разведывательных, ударных, камикадзе, от российской авиации, от вертолетов, от самолетов, чтобы они хотя бы не могли сбрасывать вот тот чавуник, как они говорят, на украинские города, на украинские села и таким образом просто превращают, неважно, территорию Запорожской области, Харьковской, Днепропетровской, просто в марсианскую такую пустыню или месячный такой лунный пейзаж, то есть хотя бы вот это, отогнать их на отметку, там, не знаю, сколько, 80 километров от города, чтобы не могли сбрасывать эти бомбы. Путинская армия атакует на пяти участках вдоль линии фронта протяженностью 1100 километров. 31 марта удар пришелся по Харькову. Там поврежден дом на почти полтысячи квартир и школа. 1 апреля Россия обстреляла Херсонскую, Донецкую, Запорожскую, Харьковскую, Николаевскую, Луганскую, Сумскую и Днепропетровскую области. Об этом сообщают в администрациях этих регионов. 2 апреля Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Использовали управляемую авиабомбу, сообщили в местной военной администрации. Вселидовской городской военной администрации заявили, что 3 апреля российские войска ударили по населенному пункту пятью ракетами. В тот же день солдаты Кремля совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Защитить десятки прифронтовых городов было бы возможно с помощью обещанного вооружения стран-партнеров и ударов по складам боекомплектов россиян и пусковым позициям, говорят военные. Перш за все, это борьба на упереджение. Тобто, мы говорим о том, что те пустовые установки, например, комплекс С-300, который дошкуляет місто Харково, то треба, звичайно, ракети добре сбивати, но С-300 не сбиваются. То треба знищувати саме ці пустовые установки. Для этого нужна наша ракетная оружие, далекобойная оружие. И такая оружие есть у наших союзников и партнеров. То есть, тут очень много, если на сегодня не все, фактически, зависит именно от наших партнеров и наших союзников, которые, я буду использоваться это слово, обязаны дать такую оружие, такое оружие нашей державе, даже не вчера и не позавчера. Город Харьков, Запорожье, Дебердровская область, они слабы перед баллистическими ракетами. Баллистические ракеты, к сожалению, это только очень сложные системы противовоздушной обороны. Это патриоты, это, возможно, АРСТ, которые нужно ставить, но это 1,2 миллиарда долларов. То есть, нужно ставить, можно защититься. В принципе, у мира есть такие ресурсы, они могут нам это выдать, могут дать нам эти ракеты. Но почему они нам не дают? Ведь именно такого вооружения и не хватает. Тем временем, после февральской оккупации, стратегически важной Авдеевки, армия РФ продвинулась дальше на запад и взяла под контроль еще несколько сел. Жители Покровска, Константиновки и Краматорска оказались перед угрозой быстро приближающейся линии фронта и оккупации. Да, можно решить, да, можно подавлять эти точки, из которых обстреливаются. Но пока у нас такого ресурса, к сожалению, нет. И вот методически они уничтожают наши города, большие миллионники. Ворог будет намагаться демонстрировать тиск во невык по всех направлениях, безвыкновения. Россия берет количеством, превосходством воздуха и большими запасами боеприпасов, чтобы продолжать наступление. В то время, как западная военная помощь Украине иссякает или задерживается из-за внутренних политических разногласий в тех же Соединенных Штатах. Нам потребна далекобийная оружие, нам потребны ракеты соответствующего класса и, конечно, авиационная компонента. Потому что, когда мы говорим о том, что враг дошкуляет очень сильно авиационным оружием, то это из-за того, что у нас нет параллитета в полнете. Потенциал сил обороны Украины напрямую зависит от поставок вооружения стран-союзников. И пока этого не случится, прифронтовые города, как и объекты инфраструктуры и энергетики в тылу, не смогут получить гарантии полной защиты от ударов армии РФ. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях, делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на наш YouTube и Telegram-каналы. Спасибо за просмотр!